Здравствуйте! На связи Фёдор Васильев. А вы хотели бы свои контакты разместить таким образом, чтобы они были видны вашим пользователям, и чтобы пользователь не искал вас по вашему сайту? Некая закреплённая панель, которая всегда будет видна либо в нижней, либо в верхней части вашего сайта, где вы сможете загрузить свои картинки, ссылки на ваши соцсети или мессенджер. Если вам эта тема интересна, то в этом видео я покажу вам бесплатное расширение для Joomla 5. Но прежде чем мы с вами продолжим, я хочу вам напомнить. Если вы хотите заказать сайт, вы сомневаетесь в своих силах, то вы всегда сможете обратиться ко мне, написав мне или позвонив через бесплатные мессенджеры, которые вы сейчас видите на экране. Звоните, пишите, давайте обсудим ваш проект. А я возвращаюсь к теме данного видео. Итак, как сделать симпатичную залипающую панель в Joomla 5 в нижней части сайта или в верхней части сайта с вашими иконками и ссылками на них? Своего рода панель контактов. Сейчас перед вами открыта страница разработчика. Бесплатно можете скачать данное расширение здесь. Здесь мы видим совместимость с Joomla 3, 4 и 5 версии. Все ссылки, необходимые, прилагающиеся к этому уроку, будут в моей статье на моем сайте fedorvasilev.com. Соответственно, ссылка будет под видео. Но данный модуль не будет работать без специального плагина от этих же разработчиков. Некий фреймворк, его тоже нужно скачать. Он просто должен быть установлен и активирован. Здесь тоже есть поддержка Joomla 2.5, 3, 4 и 5 версии Joomla. То есть скачаем и плагин, скачаем и модуль. Я перехожу на свой тестовый сайт. У меня уже все установлено. Для тех, кто только начинает установка расширений происходит здесь через систему расширения. Вот сюда можете перетащить или выбрать файл с компьютера. Соответственно, архив с модулем, архив с плагином. Далее вы можете убедиться, перейдя в плагины, кликну по ID, кликну еще раз, чтобы в список отсортировать и последние установки увидеть на самом верху. У вас, скорее всего, будет плагин отключен. Вот так он выглядит. Включаем его. Здесь настроек нету, только лишь лицензионный ключ. Они просят это, если вы будете использовать их про расширения. Тогда можно будет ключ здесь прописать и обновляться прямо из админки. Здесь просто вы включаете плагин и сохраняетесь. Далее переходим в модули. Вот так он называется. Найдете его у себя в списке. Здесь мы его включаем. Позицию. Здесь можно выбрать дебаг. Это такая нижняя системная позиция. Заголовок можно скрыть. Заголовок вот этот. Можете для себя его как-то назвать по-русски, написать. Здесь настройки у нас все ниже. Сейчас мы их рассмотрим. Дальше здесь у нас на каких страницах. Я выбрал на каждый. Использовать некую подложку с иконками. И по сути все. И теперь по настройкам. Во-первых, позиция снизу. Изначально выставленная. Это button. Топ наверху. И давайте сразу чуть ниже. Вот здесь вот, где имидж. Вы загружаете иконку. Иконку надо загрузить маленькую заранее. То есть у меня там 32, по-моему, пикселя она. Любую. То есть это могут быть социальные ваши кнопки, где вы есть в социальных сетях. Или ссылки вы хотите прицепить на другие свои сайты. Вот я просто взял дефолтную картинку. Дальше ссылку на эту картинку вот здесь вот можно повесить. Alt. Это внутренний тег для изображения. Для SEO-оптимизации конкретного изображения. Можете прописать. Ну то есть, что здесь прописать. Что здесь смысл. Какой переход на какой сайт. Может быть смысл в самой картинке. То есть здесь в Alt можно написать. Короткое, емкое название. Можно писать по-русски. Вот я даже только одну картинку выставил. Нажал сохранить. Я хочу просто сразу показать, где это будет отображаться. Вот внизу, видите, такая появляется серая подложка. Я кручу сайт вниз. Она у нас залипающая. То есть всегда на виду. Есть иконка. И я навожу на нее пальчик. Могу перейти по ссылке, которую я к ней прицепил. На самом деле я ссылку не прицеплял. Здесь просто стоит заглушка. И дальше. Также выбрать. Давайте я загружу и другие иконки. Ссылку я вешать не буду. Я просто повешу заглушку. Давайте еще третью. И вы можете прицепить до 10 изображений. Возвращаемся к настройкам выше. Также можно прицепить верхние позиции. Сейчас посмотрим. И дальше идет заливка цветом. Именно подложки. Бордер это рамка. Цвет рамки. Можно поменять толщина рамки. И выравнивание у нас иконки по центру, по левому краю, по правому краю. Также можно сюда вставить какой-то произвольный HTML-код. Открыть ссылки в Tagger Bank. В новой вкладке. Либо в той же. Расстояние между иконками в пикселях стоит 20. Можете играть этим значением. Я сохранюсь. Пойду на сайт. Вот такая у нас прикольная залипающая позиция. Все иконки могут быть смещены влево-вправо настройками. Я считаю, это достаточно симпатично. Посмотрим в имитацию через мобильное устройство. То есть здесь в принципе тоже смотрится все нормально. Прикольное такое бесплатное расширение для Joomla 5. Почему бы его и не использовать? Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу этого расширения. Будете ли вы его использовать? Интересно ли оно вам? А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok